Привет всем! Хочу вам показать уже трехдневного малькара Достомаса. Вон они набивают уже такие вот большие животики, активно питаются. Хочу вам показать, какое грязное дно на упле упало. Они большую часть съели, хоть я и мешала, но все же на дно упало много корма. Для этого я заранее подготовила улитку. Это красная катушка. Я специально выбрала не крупную, сейчас вам покажу. А вот такого вот размера. Я ее посадила заранее. Для того, чтобы она успела опорожнить кишечник. И чтобы ее посадить в чистую воду к мальку, уже с чистым кишечником. И чтобы вот эта весь гадость не оказалась в аквариуме с мальком. Также эта улитка, она уже голодная. И сразу после высадки начнет активно поедать уже погибшей на упле. Но перед тем, как выпускать сюда улитку, я все же немножко почищу. Так как сильно много у нас здесь погибшего на упле. Вот, но зато видно, как хорошо наелся родостомус. Параметры воды здесь, в принципе, вода как нерестовая. И PH у нас здесь 6. Малек тебя отлично чувствует. Уже третьи сутки питается. И вот радостно бегает по аквариуму. В отличие от красного неона, он имеет несколько вытянутую форму. И растет он, ну, раза в два быстрее, это точно. Потому что, когда были небольшие выводки родостомуса, я их совмещала с красным неоном. И он, ну, как бы не в три даже раза умудрялся вырасти больше. Вот, поэтому лучше, конечно, его растить отдельно. И поэтому вот сейчас вот немножко получилось икры. И я вот решила вот в таком вот аквариуме попробовать их подрастить. Также здесь будет удобно вам показывать. Сейчас я возьму тоненькую трубочку, вот той же, которой я чищу икру. Кто видел мое видео. Вот, и аккуратненько почищу вот эти скопления. И после чего высажу улиток. И покажу вам, что получилось. Вот я немножко почистила. Дно стало почище. Потратила я ровно 5 минут. Более-менее приличный вид. Много, конечно, еще осталось. Но это я уже, надеюсь, на наших помощников красных катушечек. Вот они. Так же хочу сказать, что обязательно нужно иметь на готове воду, чистую воду с такими же параметрами. Потому что после чистки немножко уровень водички вот у меня опустился. И, соответственно, нужно будет долить, чтобы опять аквариум был полный. Буду высаживать сюда улиточек. Вот они. Я специально не сажала улиток в первый день, как они поплыли. Для того, чтобы они уже стали более активными. Стали активно питаться. Потому что в первый день они еще достаточно такие пассивные. Не такие резвые. Не набивают такие большие животики. Ну, собственно, еще совсем-совсем маленькие. И, чтобы улитки для них не представляли никакой опасности. Поэтому я считаю оптимальным это вот уже где-то третий день. Тем более, что родостомус, он даже растет, как я уже говорила, гораздо быстрее красного неона. И поэтому на третий день они уже вообще такие красавчики. Красному неону можем кидать тоже. Либо на третий, либо чуть-чуть позже. Так, все. Ждите продолжения.